Дай почитать. Это история появления русского Бэнкси, уличного художника, хиропрактика, рисующего цикл из 12 картин на стенах домов. А так царит привычная жизнь высокооплачиваемых специалистов. Чиновники воруют средства, политтехнологи прихорашивают живые полутрупы, протестующие протестуют. Полиция лениво пытается установить рамки, и вдруг все это рушится с грохотом под напором непривычных и беспощадных рисунков, сюжеты которых сбываются самым страшным для начальства способом. Эда средняя Дмитрия Захарова – социально-сатирический триллер. Кажется, что так не может быть в принципе, но эта уверенность беспочвена, ибо все невероятные повороты сюжета – чистая документированная правда. Нет, это не мир такой, это мы такие. Хиропрактик – последователь австралийского художника Тима Петча, который, простите, как тут не вспомнить, рисовал без использования рук, только пенисом, мошонкой и ягодицами. Вот если это знать, общая картина романа немножечко меняется. Правда, у Захарова все четко до тошноты. Властимущие – мерзкие продажные гниды, а оппозиционеры – праведники, великие страстотерпцы. Вот и получается такой плакатик, на котором, как у Маяковского, чистые и нечистые. Да, чистеньких всякий полюбит, а вот грязненький – как быть? Написано огненно, задорно, серьезно, но все же агитационный плакатик получается. И я совсем не согласна с Захаровым, что все мы – компромисочники. Да, у каждой эпохи есть свои боги и герои, но, может, все же истина в нашей национальной идентичности – 18+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенское, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok